Среди большого разнообразия попугаев особое внимание жителей Африки и Мадагаскара всегда привлекали небольшие птички зеленого цвета, держащиеся всегда парами. Это необычное поведение стало поводом к тому, что их стали называть неразлучниками. Более пристальное изучение этих птиц выявило, что на протяжении длительного времени попугаи-неразлучники сохраняют свои пары и расстаются только в исключительных случаях, обычно со смертью одного из них. Попугаи-неразлучники – один очень необычный вид из отряда попугаеобразных насчитывающего более трехсот видов. Если хотите узнать больше обо всех попугаях, смотрите «Интересные факты о попугаях». Но этот краткий обзор посвящен именно попугаем-неразлучникам. Само название неразлучники весьма необычно. На греческом языке это звучит агапарнис, слово составленное из агапейн, что означает «любите орнис», то есть птица. Уже это говорит о сущности поведения этих, всегда живущих в паре птицы. Попугаи-неразлучники в естественных условиях живут небольшими стаями, по полтора-два десятка. Но даже живя в стае, пара всегда держится вместе. Они вместе летят на кормежку и водопой, вместе отдыхают и спят ночью. Ночуют прямо на деревьях, часто прижавшись друг к другу. В сезон размножения они разделяют обязанности. Самки строят гнезда в норках, в дуплах деревьев, под крышами домов. Пока самка высиживает, а потом опекает птенцов, самец занимается их кормлением. Неразлучники ведут очень активный образ жизни. Несмотря ни небольшие размеры, ведут себя очень бойко и нередко вступают в конфликт с другими, даже более крупными птицами, особенно если это касается защиты гнезда или потомства. Кормятся эти птички ягодами, семенами и плодами деревьев. Пьют довольно много воды, поэтому для жилья выбирают место вблизи водоемов. Они не боятся людей и часто располагаются вблизи человеческого жилья. Довольно бесцеремонно и часто совершают набеги на поле фермеров. Неразлучники быстро летают и также проворно ведут себя на деревьях. Благодаря сильным лапам и клюву легко карабкаются по веткам деревьев. Основные места обитания попугаев-неразлучников это страны Центральной Африки и остров Мадагаскар. В зависимости от места обитания существует несколько видов, отличающихся друг от друга в основном окрасом головы и верхней части туловища. В результате скрещивания появились неразлучники разных цветов, желтых, голубых, фиолетовых, серых и даже белых. В настоящее время существует девять известных видов попугаев-неразлучников. И практически все они пользуются спросом для содержания в домашних условиях, благодаря небольшим размерам, красивой окраске и неприхотливости. Неразлучник Фишера, попугай родом из Танзании, где обитает в окрестностях озера Виктории. Своё название он получил в честь известного исследователя Африки Густава Адольфа Фишера, немца по происхождению. В природной среде неразлучник Фишера зелёный, с головкой оранжевого цвета, но в неволе выведены жёлтые, голубые и белые виды. Масковый неразлучник, птичка с оригинальной трёхцветной окраской, зелёное туловище, жёлтая шея и тёмная головка. В результате скрещиваться с другими видами. Выведено потомство жёлтой, голубой, белой и фиолетовой окраски. Место обитания Кении и Танзании розовощокий неразлучник, наиболее популярный среди любителей попугаев. В естественных условиях они имеют травянистый зелёный окрас туловища, спинка сиреневого цвета, розовые горла и щёки. Место обитания в природе ЮАР, Намибия и Ангола. Благодаря хорошей способности размножения выведено множество цветовых видов. Чернощекий неразлучник, отличается тёмным цветом головы и почти чёрными щеками. Выведены синего и серого цветов. Обитают в лесах и саваннах Намибии, Замбии, Ботсваны, Зимбабве. В природе их популяция очень низкая, поэтому вывоз запрещен. Чернощекие, встречающиеся в продаже, выведены в неволе. Неразлучник Лилиана имеет окраску головы цвета спелой клубники, за что прозван клубничноголовым. Своё название получил по имени сестры Уильяма Латрис Клитёра, английского зоолога, впервые описавшего этот вид. Обитает в Замбии, Танзании, Мозамбик, Малави. Обычно в горах на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Краснолицый неразлучник. Имеет зеленое туловище и ярко-красную головку. Крылья с внутренней стороны темного цвета. Их называют также оранжеголовыми. В природных условиях часто гнезда устраивают в термитниках. Ареал обитания Эфиопия, встречаются в Сьерра-Леоне, Танзании и на острове Сан-Томе. Очень популярны у любителей попугаев. Чернокрылый неразлучник, житель горных районов Эфиопии. Считается самой крупным изо всех неразлучников. Легко переносит низкую температуру, вынослив и неприхотлив. Однако с трудом адаптируется к жизни в неволе, сложен в размножении, поэтому среди заводчиков особым приоритетом не пользуется. При домашнем содержании легко уживается с другими птицами, но подобрать им пару довольно сложный сероголовый неразлучник, попугай двухцветной неброской окраски. Основное место обитания остров Мадагаскар, встречается на Сейшеллах, Маврикии и Занзибире. Очень пуглив, с трудом привыкает к новой обстановке и поэтому для домашнего содержания использует очень редко. Ошейниковый или ожереловый неразлучник имеет окрас блеклого зеленого цвета. На шее темная полоса, грудка с оранжевым отливом. Место обитания Центральная Африка. Ошейниковый неразлучник в основном дикий вид. Живет на больших деревьях и очень осторожен, поэтому отлов их практически не осуществляется. Даже фото хорошего качества найти сложно. В неволе их практически не разводят и увидеть их в домашних условиях невозможно. Попугаи неразлучники, когда-то давно завезенные из жаркой Африки в Европу, благодаря своей симпатичной внешности и бойкому характеру стали одними из распространенных комнатных птиц. Неразлучники обладают очень бойким характером, они постоянно в движении, постоянно что-то делают, везде где нужно и не нужно ковыряют своим прочным клювом. Поэтому содержать их в доме нужно обязательно в прочной клетке и под надежным запором. Обычную защелку или задвижку они откроют в момент. Кроме того нужно иметь в виду, что это совсем не тихие птички, да к тому же голосок у них достаточно крикливый, поэтому с их появлением в доме про тишину забудьте, но зато это будет большой радостью для детворы. При желании попугая неразлучника можно выучить нескольким простым фразам, которые они с удовольствием будут выкрикивать при вашем появлении. Интересные факты о попугаях. Попугаи – одни из самых интересных домашних питомцев. Эти птицы ярких раскрасок кроме своей необычной внешности весьма умные и сообразительные. Попугаи – общительные, игривые и долгоживущие птицы. К тому же некоторые из попугаев обладают способностью воспроизводить услышанные звуки, в том числе голоса других птиц, животных, а также человеческую речь. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные факты о попугаях, узнав которые вы захотите завести в своем доме такого озорняка. 12 самых интересных фактов о попугаях. В мире существует более 350 видов видов попугаев. Попугаи – большая группа птиц, к сожалению, факт, что многие из них оказались сегодня находятся под угрозой исчезновения. Попугаи – одни из наиболее интеллектуально развитых птиц. Наиболее умными и сообразительными считаются африканские серые попугаи Жако, Амазоны и Ара, а IQ этих попугаев эквивалентен интеллекту четырехлетнего ребенка. На территории Австралии волнистые попугаи живут уже около пяти миллионов лет. Этот факт доказан учеными. Это самые разноцветные птицы. Цвет оперения попугаев включает все семь цветов радуги плюс черный – около 40 оттенков. Наиболее распространены – зеленый, оранжевый, синий, желтый, красный, черный, белый. Большая часть попугаев имеют многоцветное оперение. Попугаи в зависимости от вида значительно отличаются по размеру. Самый маленький попугай дятловый, обитающий в Новой Гвинеи, его длина 8 сантиметров, а вес не более 12 грамм. Самый большой попугай гиацинтовый Ара, его размера в длину до 98 сантиметров, а вес может доходить до 1,5 килограмма. Размах крыльев у этого Ары около 70-75 сантиметров. Все попугаи в естественной среде обитают только в тропических или субтропических регионах экваториальной части и южного полушария. Основные территории расселения попугаев в Америке от Мексики до центральной и южной части, а также близлежащие острова. В Африке они населяют западную и южную части, в Азии попугаи живут в Индии и в Юго-Восточной Азии. Наибольшее количество попугаев обитает в Австралии и на прилегающих к ней островах интересный факт, среди попугаев есть и хищники. Так попугаи породы кеа, живущие в Новой Зеландии настоящие хищники, довольно часто они нападают даже на достаточно крупных животных, таких как овцы. Попугаи в дикой природе стайные птицы. Колонии патагонских попугаев самые многочисленные. Известен факт, когда в одной такой стае вместе жили 70 тысяч птиц. Интересно, что попугаи лори питаются в основном пыльцой и нектаром, в их рацион входит свыше тысячи разных цветов. Человеческой речи способны подражать только несколько видов попугаев. Так, как аду могут запомнить до 40 слов и несколько предложений. Попугаи лори способны воспроизводить порядка 50 слов. Волнистые попугаи могут повторить около 100 слов. Самыми умными считаются попугаи и жако, которые запоминают более 500 слов. Попугаи однолюбы, они создают пару на всю жизнь. Они заботятся друг о друге, помогают найти еду и спят рядом. 12 интересных фактов о строении попугая. Волнистые попугаи самые быстрые. Они кратковременно могут развивать скорость до 120 километров в час. Интересный факт, у попугаев нет голосовых связок. Звуки они издают трахеи, выдувая из нее воздух. Высоту звука при этом они изменяют форму своей трахеи, то есть они не говорят, а просто насвистывают. Попугаи на самом деле не умеют разговаривать в привычном смысле этого слова, они просто запоминают и повторяют слова. Впрочем, не только слова, они могут запоминать и воспроизводить и какие-нибудь другие звуки. Попугаи обладают невероятной точностью владения своим клювом, так они в состоянии склевывать семена с клубники, не повреждая при этом ягоду. Волнистые попугаи видят мир в цвете, угол обзора волнистых попугаев без поворота головы 180 градусов. И могут слышать звуки в диапазоне от 420,00 Гц. Это научно доказанный факт. Температура тела волнистого попугайчика составляет 41 градус, а скорость сердцебиения порядка 200 раз в минуту. У попугаев коралла зрение значительно лучше человеческого, они различают больше цветов. Кроме того, коралла могут распознавать в секунду до 150 различных изображений, в то время как мозг человека может распознать всего 16. У попугаев очень развитые лапы. На каждой у них по четыре пальца, два из которых обращены вперед и два назад. Лапы настолько мощные, что позволяют им держаться, висеть и раскачиваться на ветках длительное время. Интересный факт в том, что попугаи, единственные птицы, которые пищу в клюв подают лапами, причем они могут быть левшами или правшами. Интересным фактом для детей будет то, что несмотря на свои относительно небольшие размеры попугаи, обладают огромной силой. Так у попугая ара сила сжатия клюва может достигать 65 килограммов. Таким образом он запросто может своим 10-сантиметровым клювом перекусить человеку палец. Попугаи обладают острым слухом и зрением, они хорошо видят семена растений на расстоянии до 10 метров. А услышать писк в состоянии за полкилометра, причем для большой эффективности они могут поворачивать голову на 180 градусов. Самый тяжелый попугай, совиный попугай или капо. Вес взрослого капо до 4 килограммов. Они утратили способность летать и ведут наземный образ жизни. Но иногда вскарабкиваются на вершины деревьев и планируют с высоты. Самые маленькие попугаи, дятловые, обитающие в Новой Гвине. Длина тела взрослого дятлового попугайчика – 10 сантиметров, а масса тела – всего 10-13 грамм. Семь удивительных фактов о птенцах попугая. Попугайчик – это не детеныш или птенец попугая, а название небольших попугаев. Интересно, что попугаи дают детям имена, обозначая их разными звуками. У мелких видов обычно бывает от 4 до 8 попугайчиков, а у крупных – 2-4. Вылупившиеся птенцы, независимо от вида, полностью слепы и абсолютно беспомощны. Маленькие попугайчики быстро учатся, они быстро запоминают эти звук и используют их в общении с родителями, сестрами, братьями. Кормлением молодого потомства занимается самка. Это всем известный факт. У некоторых видов попугаев, птенцы рождаются весом всего в 2 грамма. У мелких видов попугаев птенцы покидают гнездно, через 3-4 недеи, тогда как у крупных – через 2-3,5 месяца. Десять интересных фактов о попугая и человеке. Попугай – это самая популярная птица, которую человек содержит у себя в квартире. В Индии считают, что каждый благородный человек в течение своей жизни должен – построить дом, посадить дерево, родить сына и обязательно воспитать попугая. Впервые в Европу попугаев привез в Грецию Анизикрит, древнегреческий историк и писатель, который сопровождал Александра Македонского в его походах. В Австралии существуют специальные школы для попугаев, в которых их учат говорить. Попугаи – любят петь и танцевать. У них отлично развиты чувства ритма, идеально воспроизводят мелодии и сами ритмично двигаются под музыку. Это весьма забавно. Может быть, поэтому их так любят дети. Слово «попугаев» впервые в русских документальных источниках встречается в конце XVI века как один из пунктов описи имущества Бориса Годунова. У людей зрение бинокулярное зрение, а у попугаев монокулярное, они могут видеть каждым глазом независимо друг от друга. Название попугаев Лори в переводе с голландского языка означает «клоун». Свое название эти попугаи получили благодаря своему яркому оперению. Попугаи являются популярными персонажами детских мультфильмам, обычных фильмов и всевозможных рассказов. Исторически подтвержденный факт, что первыми европейцами, увидевшими попугаев, были воины Александра Македонского, в IV веке до новой эры вступившие на территорию Индии. Некоторые особенно популярные попугаи удостоились памятников.